Тренер китайской сборной недоволен своими воспитанниками. Первый гол в свои ворота они пропустили уже на пятой минуте. Их соперники – команда «Полюс» из Владивостока. Встречаются хоккеисты впервые, поэтому еще не знают сильные и слабые стороны друг друга. За полторы минуты до окончания первого тайма харбинцы забивают ответный гол «Полюсу». Пан Ти – капитан сборной «Харбина». Играет в хоккей четыре года. На каток его привел отец – член сборной Китая по хоккею. «Не смотрите, что я такой худенький и маленький. Я выбрал этот спорт, чтобы показать. Я мужчина, я сильный и могу хорошо играть в хоккей. Это командный вид спорта. Я люблю хоккей». Второй период заставил понервничать родителей обеих команд. Хоккеисты штурмовали то одни ворота, то другие. Второй игровой отрезок заканчивается со счетом 4-3 в пользу хозяев. Третий период приносит уверенную победу российской команде. 7-3 – исход товарищеской встречи «Харбина» и Владивостока. «Хочу сказать, что выиграть или проиграть – разница небольшая. Главное, чтобы дети смогли встретиться. Команда, которая приехала, не самая сильная, потому что у некоторых детей не получилось приехать». В дружбе «Харбина» и «Уссурийска» несколько лет. Периодически хоккеисты встречаются на ледовых аренах своих стран. В этот раз поводом для проведения международного турнира послужила годовщина со дня смерти Игоря Королёва, первого секретаря регионального политического совета Приморского регионального отделения партии «Единая Россия». «Он был инициатором всех мероприятий. Он всегда ходил на игры, всегда болел и помогал как мог нам. Поэтому в честь его годовщины, как он ушёл от нас, исполнилось год». Благодаря поддержке партии «Единая Россия» китайская сборная смогла съездить с экскурсии в краевую столицу. Детям и их родителям показали объекты, построенные к саммиту. Самые большие в мире мосты – тоннель. «Приморский край очень красивый. Мне понравился Уссуиск. Он уютный. А во Владивостоке есть море». Пинсичи – одна из двух девочек хоккейной команды «Харбина». Она уже несколько раз была в России вместе с мамой-журналистом. «У меня семья – это хоккейная семья, потому что моя сестра, вот это муж и сын занимается хоккеем. А ее оставляли, чтобы поставили, чтобы надо учиться хоккеем, но заниматься. Она не захотела до этого. А поехала со мной в Хабаровске и там и сразу, она же понравилась, сразу загорела хоккей играть». Следующая товарищеская встреча пройдет в Харбине. Сборная обещает усиленно тренироваться, чтобы взять реванш у россиян. Анна Маринец, Сергей Юдовиченко, Телемикс.